Всем привет, с вами Тед. И если вы хотите знать, как играть за Протаса в 2021 году, вы попали туда, куда надо. Совсем недавно произошло прям величайшее событие. Протас выиграл турнир. Да-да, я знаю, что среди людей, которые попадают на мои видео, очень много фанатов Алекса 007, которые постоянно ноют, что Протаса имба и всё такое. Всё окей. Но на самом деле на профессиональной сцене, то есть в тот Старкрафт, в который играют профессиональные игроки, которые играют в правильный Старкрафт, показывают скилл, Протасы это самая слабая раса, которая практически не выигрывает. Давайте посмотрим на статистику премьер-ивентов, да, то есть топовых ивентов с вот это конец 17-го года, вот это идёт уже 18-й год. С 18-го года вот это вот первое место в турнире, вот этот столбик, да. В 18-м году, получается, статс один раз выиграл. Что он выиграл? GSL Super Tournament. Это маленький турнир от GSL. И ещё раз выиграл классик, да, тоже GSL Super Tournament. Это два турнира, заметьте, два турнира, три. Ещё есть Home Story Cup. Три турнира, серьёзных турнира, за которые там начисляются поинцы на BlizzCon и прочее, которые имеют призовой 28 тысяч долларов, да, вот это статс выигрывает, 26 тысяч долларов и 20 тысяч долларов. Все остальные ивенты имеют по 100 тысяч долларов призового. Ни один из этих ивентов в 18-м году не выиграл ни один Протос. Ни один. Вот, то есть два таких маленьких турнирчика Протосом позволили выиграть. Вот, что дальше? Идёт 19-й год. Мы видим примерно ту же картинку. Протос выигрывает в Америке, да. НИП реально самый сильный игрок в Америке. Именно игрок, не то, что он Протос, просто игрок он сильнейший, да. И мы видим, что НИП выигрывает Winter America. Дальше идёт классик. Выигрывает, опять же, Super Tournament с призовым 20 тысяч. Вот. И ещё раз статс выигрывает 25 тысяч. Тоже такой небольшой турнирчик, да. Вот статс выигрывает. Всё остальное, опять же, берут себе зерги. Ну и там два-три раза терраны. Вот. Тоже не очень удачный год, скажем так. 18-й для терранов был. Но, тем не менее, в принципе, можно сказать, выигрывали. То есть они выигрывали. Ну, Innovation тоже вот выиграл тут как бы 20 тысяч, а то здесь 240 тысяч, да. Как бы и нормально. И Maru 150 косарей. Вот. И вот у нас идёт 20-й год. Что же у нас в 20-м году происходит? В 20-м году вот SC2 Masters N. Это просто небольшой онлайн-турнир чисто по Америке, да. Да, его выиграл Острея. Вот. И здесь выиграл N. Опять же, да. Просто два сильных протаса. Всё остальное, посмотрите. В 20-м году брали только зерги и террыны. Зерги, террыны, зерги, террыны. Всё. И вот случилось. GSL. Да, 30 тысяч. То есть сейчас призовые очень провалились. Из-за того, что Близзы забили на Старкрафт. Призовой тоже небольшой. Ну, выигрывает протас. Выигрывает протас. Посмотрите. Наконец протас выиграл какой-нибудь премьер-эвент. Реальный ивент полностью нормальный, да, с кучей раундов. Вот. И то, как выиграть за протаса в 2021-м году. Почему я сразу заглядываю на год вперёд? Потому что Близзы забили на Старкрафт. И не будет никаких больших баланс-патчей. Прям забудьте. Кто бы вам что ни говорил, не будет. Будут маленькие какие-то фиксы, которые ни на что особо не повлияют. Поэтому всё, что сейчас мы видели на этом турнире, можно использовать для того, чтобы совершенствовать свою игру. Поэтому поехали. Такой контент делать на самом деле муторно, сложно. Потому что нужно будет много чего разбирать, много чего комментировать, объяснять. Поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы такой вот качественный контент продолжался в 2021-м году, на этом видео должно набраться 500 лайков. Это будет не рекорд на моём канале, но это будет один из топ тогда видосов. Вот так. Поэтому, чтобы больше людей могло посмотреть вот этот контент, обязательно, даже если вам уже скучно, просто поставьте, досмотрите до конца это видео. Да, пускай оно пролистается у вас. Оставьте лайк, оставьте коммент. Сделайте так ещё раз, может быть. Да, пускай оно ещё раз пролистается. Вот. То есть, таким образом, YouTube будет думать, что видео полезное, что оно всем нравится, и, возможно, он будет пускать его дальше. Вот. Поэтому так. Так, если на этом видео наберётся 250 лайков, то есть, половина от того, что я озвучил, тогда я выпущу отдельно все вот эти вот билды, которые будут здесь, будут сыграны ровно мной против компа, чтобы вы могли взять, использовать их и тренировать. Вот. Если будет много комментов в стиле «Давай ещё и гайд отдельно по каждому билду», тогда я сделаю отдельно гайды по каждому билду. Вот. А мы сейчас переходим, собственно, на просмотр матчей. Такая картинка, потому что это упростит мне там авторские права и прочую всю историю, поэтому будем смотреть вот в такой картинке. «Ти Вай против трэпа». То есть, «Протос против террано». Смотрим, как будет начинаться игра. Какие реакции будет делать «Протос». И видим сразу же, сразу же, «Ти Вай едет сразу рабочим вперёд». То есть, он будет ставить Так, 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 всё слышно. Он будет ставить прокси-барак. Какая же будет реакция у трэпа на него? Он сделает гейт и бежит в разведку после гейта, чтобы посмотреть, опять же, будет там прокси-барак или не будет. Чтобы успеть среагировать. Он поднимается, не видит барака, подходит, видит два газа и будет делать свою реакцию, собственно. Реакция его. Посмотрите реакция сразу же. Как только мы видим, что террано нету на базе барака, тут есть нюанс еще такой, что у него два газа. Если бы был один газ, возможно, опираясь на то, что это фейк-барак, то есть, который у него под базой где-то спрятан, была бы другая реакция. Но когда у него два газа, то есть, продолжение будет агрессивное, прокси-барака, или даже фейк-барака, то есть, ну, всё равно два газа, он всегда строит зилка. Ну вот, трэп. Получается, у него сразу же реакция пилон, кибернетка, зилот. Пробкой он продолжает разведывать, чтобы понять, будет ли factory дома у террано. И ставит Nexus минуту 50. Зил это оставляет в минеральной линии, заметьте, да, то есть, чтобы прилетает рипер, чтобы рипер гонялся за зилком, страдал ерундой и не мог спокойно отстреливать пробок. Начинается бункер. Вот, собственно, зилот спасает пробок. Ни одна пробка не была потеряна, но у нас начинается проблема, что у нас на второй базе бункер ставится, но там уже есть батарейка. То есть, он сразу, в принципе, трэп даже не начал дожидаться, да, он, если я не ошибаюсь, не видел даже этого бункера. Возможно, пилон достает, а возможно, нет. Вот это я точно не знаю. Но в любом случае, он пошел сразу поставил батарейку. То есть, я думаю, что это даже нормальная реакция вслепую. То есть, понять, что бункер будет где-то там на второй базе и лучше сразу поставить батарейку. И сразу же строится второй сталкер. Зилот все еще гоняет рипера с мейна. Второй сталкер выходит, будет сейчас помогать. Нет, второй сталкер стоит минеральной линией на главной базе. Все, бункер отменен. И, собственно, вот, спокойно-спокойно трапс умудряется поставить вторую базу такой реакции. То есть, дальше он зилком идет на разведку, как я понимаю. Зилот... Да, зилот пошел у нас по кругу аккуратно. Тем временем сталкеры защищают главную базу. Идет робо, второй гейт. Строятся пробки. Все, зилот бежит на разведку аккуратно. Тем временем улетит дроп минус в сторону трапа. Вот. Сейчас посмотрим, видно ли миникарта. Да, миникарта все отлично видно. В общем, что я вижу по миникарте, вы сейчас можете тоже обратить внимание, получается, трап очень четко распределил свой вижен. Да, то есть, то, как он может смотреть. У него пилон ставится на краю карты. Ой, на краю главной базы, чтобы видеть залеты всякие заранее. У него все юниты стоят по краешкам. Это чтобы как можно раньше среагировать на дропы и прочую всякую нечисть. Все, зилот приходит, понимает, что он играет против одной базы. Трап вот этим пилоном замечает дроп сразу же. Сразу же. Давайте поставим скорость пониже. Посмотрим, как он реагирует. Он пытается фокусить медивак. То есть, первых два залпа по медиваку. Из роба первый обсервер, я думаю, он предполагает, что там может быть эрморе и невидимые мины. То есть, ему нужен будет опс при любом раскладе. Все, он не гонится, конечно же, за медиваком. Посмотрите, он сталкерами, получается, зонирует. Он зонирует минеральную линию. Его цель не убить все, что прилетело. Его цель не дать этому зайти в минеральную линию. То есть, если ты хочешь лететь мне в минералку, ты все потеряешь. Здесь он вставляет возможность Тивайо, получается, спасти своих юнитов. Вот. Но он не гонится ни за медиваком, ни за минами. Все. Он вот стоит в минеральной линии, зонирует, пытается их не пустить. Это те действия, которые нужно делать юнитами, чтобы не потерять ничего. Пробку берет разминировать мину, но при этом два сталкера стояли, смотрели вход на натурал. То есть, если бы залетали какие-то гиллионы, вот они бы их встретили. Но они встретили собственно вот эту мину, которая пыталась пешком зайти. Не смогли ее убить. Конечно же, мина сейчас разрядится. Да, мину сталкер. Эффективный размен. Одна мина на сталкера. Вот. Тем не менее, здесь вторую мину удалось убить, как я понимаю, или спасти. Спасти. Вторую мину Тивай спасает и игра продолжается. Вот. Идет два газа до третьего нексу. Твайлайт фаржа. Идут апсы. Вот. Апсы, короче, у нас где развешиваются? Они развешиваются вокруг базы, чтобы смотреть залеты. Центр карты будет один. Не, первый опс летит вообще на разведку смотреть выход террена. Заметьте позицию сталкеров, опять же. То есть, они готовы встретить заезд геликов в эту сторону и быстро прыгнуть в минеральную линию защищаться. То есть, они не стоят прямо на входе, они стоят именно ближе к минералке. Зачем? Все очень просто, потому что он апсом видит выход пешком. Вот если он увидит выход пешком, он станет тогда защищать вот в эту зону. а если надеюсь, мышка захватывается. Вот, в общем, перед пилоном посмотрим, кстати. Да, мышка захватывается. Вот. И три гейта сразу же идет. То есть, он тратит тресы, в принципе. А пока он не видит этого, он стоит сталкерами защищать минеральные линии. Вот видим, весьма успешно они себя отыграли. Идет чарж и плюс один на броню. Что это такое? Это предположение следующего хода тивая. То есть, тивай поддавил раз сразу прокси-бараком. То есть, как только террин ставит прокси-барак, уже давление есть. В любом случае, протас меняет свой билд. Потом он давит два, то есть, делает дроп плюс одновременно забегание минки. То есть, следующее давление трап отбил. Ну и он предполагает, что в целом, так как он отбился без потерь, то есть, очень идеальная, правильная реакция у него была, успешная. Он сейчас ждет третью атаку. То есть, Тивай не имеет права сейчас взять и начать макристо спокойно. Он должен дальше идти давить. По одной простой причине. Трап сейчас впереди экономически. Очень жестко впереди, отбив все атаки. И трап готовится к встречанию следующей атаки. Следующая атака предположительно, это будет обязательно танкопуш какой-то из того, что делал Тивай до этого. То есть, 1-1-1 его билд. И грамотный ответ на танкопуш это как раз таки плюс 1 на броню и чардж. Возможно, имморталы сейчас пойдут. Я, кстати, специально не смотрел эти игры. То есть, я посмотрел только результаты и вот мне сейчас интересно смотреть, разбирать, как это было, как это произошло. Это реально прикольно. Вот. Идет Templar архивы. Вот. И надеюсь, если вам прикольно, если вы до сюда досмотрели, напишите, да, это круто, классный контент. Что-то типа такого. Комментики. Всем вам спасибо. Спасибо. Пошла призма. То есть, тут такая тема. Возможно, возможно, трап сейчас поставит третинексус и сам выйдет в пуш. Пошли в фотонки. Фотонки пошли в минералки. То есть, он просто уже такой окей, это все равно могут быть дропы мин и невидимых мин. И просто уже нужны фотонки в минералки, чтобы по этой фигне не париться. Потому что, если постоянно бегать с апсом за этими минами, ну, очень много времени будет теряться. Заметьте, как он прикольно апса там контролирует, что отрывенно убегает. Вот, загружает зилков и штормовика. Очень прикольно. Интересно, что из этого получится. То есть, это будет дроп зилков плюс еще один штормовик. Знаете, что это интересная идея. То есть, плюс один на броню, с чарджем, с имморталами, вот имморталы пошли как раз, он сможет защитить третью базу, как минимум должен. Ну, мне так кажется. И во момент атаки на третью базу он будет иметь шторм еще. И он этот шторм не дома держит, да, то есть, ему дома не нужен шторм. Он, по идее, просто на имморталах, на зилках должен защититься. А в атаке он скинет зилков, зилков, да, которых обычно убивают мариками, мародерами, вот этим всяким, ну, небольшой пачкой, но правильно стоящей, где-то внутри бараков. И он на эту пачку заштормит. Это будет очень прикольный дроп. Сейчас мы посмотрим, как он сработает. Заметим, что обсервер все видит. А нет, дома тоже. У него на каждой базе по штормовику. Это очень интересная защита. То есть, вот, посмотрите, как действуют классные протасы, да, они везде имеют какое-то минимальное количество юнитов, чтобы ответить. Так что у протасов очень медленная армия. И физически не то, что среагировать, невозможно взять и переместиться из одной точки в другую. У вас везде должна быть оборона и очень правильно поделенная. Тивай начинает уже эти турельки ставить, поэтому не знаю, как дроп закончится. Обычно они неудачно заканчиваются, но он успел залететь. Он успел залететь до того, как турелька уже полностью сготовилась. И давайте смотреть, как он будет действовать. То есть, он дропает. Дропнул только Зилков. Специально, специально не дропает штормовика. Посмотрите, очень прикольный билд на самом деле. Его можно играть вслепую. То есть, я играл вслепую этого Зилка раннего. Вы, во-первых, вслепую отбиваетесь от прокси-риперов, во-вторых, имеете возможность против стандарта поджать Зилком. И в целом, вот этот билд можно использовать как просто базовый билд. Вы вначале агрессивно поджимаете Зилком, если это не прокси-барак, причем реально вслепую играть. А потом делаете вот этот дроп на 7.40. 7.40 это идеальный тайминг, чтобы дропать Зилков с чарджем и броней и штормить просто, ну, всегда, потому что к восьмой минуте к вам будет выдвигаться танкопуш. Это очень прикольный тайминг. Прям гениальный тайминг. Шесть Зилков еще до варп. Реально сейчас успе... Ой, он успевает дропнуть штормовика и сжечь Рейвену энергию, но не успел заблокировать. Вот это ошибка была, мне кажется. То есть, Рейвен, кидая ракетку, полностью сбивает варп. Вот такие способности у тирана, да, за один скилл полностью обезвредить, обезопасить себя. И он делает еще один фидбэк. Не хватило маны на шторм. Мне кажется, если бы он еще успел заштормить, здесь было вообще прикольно. Ну, интересный, интересный пуш, мне понравилось. Давайте смотреть, что дальше. А дальше он идет просто опять же в пуш, да, то есть, он сам выходит в атаку, получается, не дожидаясь выхода терана. Как минимум здесь походил, посмотрел, что нету третий, и такой, окей, третий нету, я домой. То есть, я уже впереди. Берет штормовиков в призму, это обязательно, конечно же. Это обязательно и спорно. Обязательно почему? Потому что, ну, грамотный теран, видя, что это шторм, делает ЕМП уже, да, вот мы видим, что у Ти Вая ЕМПшки готовы. Ну, эти, как их называют, Гасты. И, естественно, слить всю энергию на Гастах не очень приятно. Вот. Но, Рэйвен, Рэйвен может обезвредить призму и просто не высадить будет штормовиков. Короче, он защищает базы штормовиками. Вот его фишечка, да, в принципе, хороший способ. Немножко статики, немножко штормовиков, один-два штормовика на базу и под батарейками они сразу же не должны прям вздыхать. В принципе, прикольно. Заметьте, как он свое поле зрения именно распространяет. То есть, он выходит на новую базу, сразу же обсерву, его перелетает чуть дальше, сразу же Зилки и чуть-чуть дальше. То есть, у него постоянно полукруг вокруг его баз из каких-то юнитов, из каких-то строений, чтобы не пропускать ничего. Потому что Протасу смертельно пропустить атаку, да, то есть, которая пришла уже к нему на базу. Это смертельно. Он никогда не успеет вернуться и защититься. Поэтому он очень аккуратно двигается по карте, не выходит далеко. Вот так вот дропает периодически штормов на армию. Идет позиционка. и нас ждет скорее всего большой бой. Посмотрим, как он будет происходить. И нам показывают, вам сейчас не видно там за моей вебкой, либераторы. Либераторы залетают на третью базу к Протасу. Так, пишется все отлично. Вот там есть фатлонка, там все окей. Смотрим, как бой пройдет. Получают Емпеху Архоны сразу темплары. Сразу делаются Архонтом. У него получается два темплара было отдельно, два еще с армией и два в призме. Начинается битва. Штормовики дойдут ли до шторма? Мы видим, что рейвены просто летят искать вот эту призму. Посмотрите, марики бегут за призмой. Но он успевает высадить, кинуть шторм. Я бы сказал, здесь тивай очень глупо подрался. То есть, он понимает, что он понимает? Он понимает, что если призма будет дропать и штормить, это плохо, но у него получается половину боя большая часть армии бегала, ничего не делала. Очень много вот эти ребята прошли пешком, чтобы просто добежать, попробовать заснайпить призму. Это был глупый маневр. Тем не менее, тивай все равно сейчас впереди по соплайу. У него больше армии, у него больше рабочих уже сейчас будет, потому что либераторы там на мэне разрядились параллельно с этим боем. Но мне кажется, хоть у него армия... Да, вот тут вот тоже они на двух базах разрядились. Мне кажется, хоть он это и смог провернуть, но на этих соплаях очень завершают штормы. Сейчас вот он просто приходит, фокусит сталкерами либераторов, остатки био штормятся и в принципе сейчас на штормах он сможет наверное дотянуть этот бой. Нет, тивай, слушайте, отбивается, отбивается. Ну, то есть неспроста его все-таки больше. Вот. И трап тем временем переходит в колоссов. Следующий его этап это уже колоссов добавить в армию. Он из двух робот делает из одного иммортала из другого колосса, потом два иммортала. Сталкерами двигается, пытается что-то поубивать здание, но так как рабочие их могут чинить, у него ничего не получится. Опа, вот это интересно, да, то есть здесь получается у нас сейчас идет стычка, давайте на нормальной скорости. Штормовика дропает одного, делает фидбэк по гасту и сразу идет шторм по биоармии, естественно, под сталкерами их с колоссом он эту биоармию сможет добить. Дальше идет микро призма, чтобы спасти колосса и все, и трап вот так вот вот этим боем в принципе переворачивает игру все-таки. Это GG. Так закончилась первая игра, достаточно интересно. давайте посмотрим вторую. Вот, здесь я буду в этом ролике распирать все абсолютно игры, все, то есть я решил так вот, прям полный разбор, то есть это что-то примерно, что я делаю в более быстром формате, потому что мне не нужно это комментировать, когда я смотрю сам, да, вот так, и поэтому мне интересно, интересен ли вам такой формат, потому что он самый информативный, самый полезный на самом деле, когда мы в реальном времени смотрим, разбираем игру, разбираем все моменты, как, кто что действует, вот, но вопрос, нужна ли такая полезная информация, вот, потому что в целом видосик с просто чизами там легкими запросами намного проще сделать и намного лучше он залетает там по реакциям, вот, поэтому смотрим, вот, опять же, если вы каким-то образом Терран, да, в данном случае Тивай или Зерг и смотрите этот ролик, тоже пишите в комментах, что интересные Терраны и Зерги, то есть я другие расы спокойно так поразбираю в следующие турниры, вот, то есть интересна именно ваша реакция на формат, ну вот, поехали, Пилон, Гейт Разведка, Пилон, Гейт Разведка, короче, это стандартик, чтобы доехать до газовки, я понимаю, чтобы вот иметь эту реакцию на прокси-барак, то есть я в принципе еду после газа на разведку, тогда тоже можно успеть среагировать, но, видимо, тут какой нюанс, да, у вас, когда вы играете за процесса, есть такое вот дерево, да, это ваш план, там, ствол дерева, это ваш план добраться до верхушки, до какой-то точки, где вы должны победить, то есть, ну, чаще какая-то тайминговая атака, там, с какими-то грейдами, с каким-то набором юнитов, вот, и по ходу дерева вы движетесь, движетесь, движетесь к этой верхушке, ну, и потихоньку не добираетесь, да, то есть вы скидываетесь постоянно на ветку какую-нибудь, вот, ну, и у меня эта ветка часто такая, типа, я дохожу, я не вижу барака, я сразу реагирую обычно одним способом, там, типа, кибернетка до Нексуса, Зилот, но, типа, у Трапа таких реакций, скорее всего, больше, именно, он смотрит не только на наличие барака, а еще там, вот, количество газов, сколько газа собрано, у него таких веток больше на этой части, поэтому он, ну, рано едет, ну, вот, приходит, видит барак, жизнь барака, его все устраивает, начинает пилить КСМ-ку, газы ему пока были неинтересны, теперь он их посмотрел и пошел вниз, все, он понимает, что это Рипер-ЦЦ, вот, против Рипер-ЦЦ он все равно играет кибернетку, Нексус-Пилон, то есть, кибернетка до Нексуса, это стандарт, против Терана, будет ли батарейка после Адепта, строится Адепт, под бустом, строится еще один пилон в проксе, посмотрите, да, то есть, он все разведал и пошел ставить проксю, очень интересный такой маневр, почему, то есть, вам может показаться, что это скучно и стандарта, но, я сейчас хочу отмотать, в какой момент он сбежал, посмотрите, он сбегает в минуту 45, вот, он сбегает, даже не посмотрев, будет ли это Марик или Рипер, потому что Марик появляется в минуту 50, и он понимает, что если Терен пойдет Рипером вперед, то он отменит ЦЦшку своим Адептам, и Терен должен, получается, стоять дома, ожидать этого Адепта, вот, и тем временем у пробки открывается вот карт-бланш на такие маневры, типа, даже если Рипер найдет пилон, ну, ничего страшного, типа, мы отменяем ЦЦшку, и все, пилон потом там свое дело отыграет. Старгейт, конечно же, на пилоне, буст второго Адепта, и он пробкой идет посмотреть, что там происходит Адептами, что он дома стоит? Да, он первым Адептом стоял дома, вышел второй, он первым пошел разведывать, то есть до этого он не разведывал, сейчас найдется Старгейт, конечно же, видим Оракла, то есть все, Ти Вай готов ко всему, сыграл защитно, аккуратно, правильную позицию Мариков отправляет, минус строит, то есть у Оракла нету шансов просто здесь ничего сделать, он все-таки умудряется убить одного рабочего, вот, ну, отлично, да, то есть, Трап вложился в прокси Старгейт, чтобы убить одного рабочего, так, в принципе, и надо, делает дальше Фениксов, Фениксов, и, в принципе, мы видим стандартную достаточно сейчас игру, когда мы играем в Старгейт Феникса Колоссов только, при этом, с агрессивным таким маленьким твистом, да, он, получается, ставит сейчас, газ, газ, потом роба ставит на четвертой минуте, и параллельно делает из Старгейта Фениксов, то есть, он понимает, что, в принципе, Туай сейчас будет держать юнитов дома, чтобы не терять лишний раз от Оракла ничего, вот, и он спокойно может построить все Фениксов, в этом стиле Фениксов строится немного, да, штук 6 максимум, сейчас посмотрим, на скольки остановится трап, вот, и таким образом, в принципе, он имеет полное право поддержать прокси Старгейт там, потому что и потом он ему вообще не понадобится, он ни при каких обстоятельствах не будет строить больше юнитов из Старгейта в этой игре, вот, роба достроилась сразу же Колосятни и третий Нексус на пятой минуте, идет обсервер вот, видим, кстати, вот эту застройку у трапа, она у него в каждой игре, два пилона на натурале, один на газах, один в стеночку, вот так вот, он интересно все ставит, вот, но дроп он все-таки пропускает, посмотрим на реакцию, на реакцию от дропа, сразу же уводится рабочий, естественно, две пробки вздыхают на мине, сразу же строится иммортал, заметьте, то есть он, скорее всего, может даже не планировал этого иммортал, но решил сразу построить, вот, какой здесь нюанс, трап сейчас летал фениксами по карте, чтобы следить за всякими дропами и прочей ерундой, естественно, он его пропустил в конце концов, и дропы, и викинга пропустил, и начинает терять вот юнитов, его стиль классный, с точки зрения того, что когда у вас куча АПМа, внимание, скилла, вы можете потратить на передвижение юнитов, это, конечно, повышает, скорее всего, его винрейт в долгосрочной перспективе, вот, но я видел прикольно, как играет ДНС, конкретно ДНС против братка, вот недавно на каком-то там ЕСЛе играл, он просто держит фениксов дома, вот такая вот интересная тема, и вот если бы здесь сейчас фениксы были дома, и все остальные юниты были дома, мне кажется, было бы намного проще, конечно, трапа, потому что и викинг начинает нарубать уже, фениксы, в принципе, успели долететь до медивака, адепты пришли, вот так вот, адептов, сколько у него адептов, 6 штук там было, парочка варпов, адептов была, все, викинг тоже умирает, ну, в итоге потеряли 6 пробок, опять теран выходит вперед по рабочим, ну, как бы и ладно, 7 адептов у него, идут колоссы, да, идут колоссы, дальность колоссом, фениксы, 4 штуки, 4, может быть, 5, возможно, вон, еще один строится, да, возможно, умер один, ну, то есть, пока старгейт жив, он немножко им еще пользуется, 6 феникс пошел, то есть, он, в принципе, пока что продолжает ими пользоваться, а, он, в принципе, понял, что турелек нету, и когда турелек нету, можно немножко фениксов и подстроить, вот, и когда все улеглось, он ставит влайт форжу, тут важно понимать, да, что это не твойлайт форжа на седьмой минуте, часть билда, это твойлайт форжа после того, как третий неаксус заработал, вот это вот все, да, то есть, очень важен именно алгоритм, а не тайминги уже, потому что пошла игра, и важно алгоритм соблюдать, то есть, если бы было давление, он бы не ставил твойлайт форжу, он отбивался бы через доварпы, через батарейки, через постройку даже фениксов, может, твой дрейф, то есть, через страту ресурсов всегда защищаются, не через постройку каких-то дополнительных зданий, важно понимать эту динамику старкрафта, что вам угрожают, вы должны просто тратить ресы на что-то, что дерется, да, то есть, фотонки, батарейки, юниты, лучше на юнитов, если есть возможность, все, убиваются старгейт, но он уже и не нужен, у нас есть, да, 6 фениксов, оракал, вот такой состав армии, и трап выходит в атаку на 8-й минуте, кстати, опять, посмотрите, выходит, ловит без позиции, как так получилось, вот это вот очень интересная штука, которая на самом деле помогает в ротусам побеждать, смотрите, то есть, он берет в какой-то момент, он заметил, скорее всего, фениксами, что армия немножко начала двигаться, и он всей своей армией выходит на карту, вот это вот маленькие такие маневры, они очень часто помогают побеждать, потому что армия протаса на самом деле в лобовом сражении часто проиграет, у нее часто не будет хватать грейдов, да, потому что у протаса все очень дорогое, из-за чего часто проигрывают протасы, да, из-за того, что они дерутся лоб в лоб, но на самом деле в лоб в лоб протасы очень слабая раса, потому что все юниты, они такие, ну, немножко своеобразные, да, дорогие, их всегда мало, но в небольших сражениях, там, 10 на 10, протасы просто как каток проезжаются, и вот Трап увидел, что армия террано двигается немножко, а он, Тюай, пошел большим количеством армии убивать Старгейт, Трап просто вышел немножко с базы, он бы не пошел даже может быть в атаку, если бы понял, что там два марика пошло бить Старгейт, но он просто вышел, то есть он понял, так, мне сейчас ничего не украшает, и я немножко выйду с базы, и вот эти вот небольшие движения помогают побеждать, он немножко вышел с базы, и вот теперь он понял, окей, армия террано сейчас поделилась, это мой шанс, и он вот этот шанс ловит, да, то есть он ловит вот эту, вот эту вот небольшую часть армии, легко ее отбивает, что здесь будет, здесь сразу же дизейбл двух колоссов идет, давайте смотреть на половине скорости, колоссами убегает, адептами смещается, получается, защищать колоссов, один колосс по-любому падает, конечно же, дальше фениксы сразу же убивают викинга, ой, ревена, все, бежит, окликом гасить террано, и здесь террано мало, сейчас колосс включится, умирают, умирают медиваки сначала, все, колосс включается, сразу начинаем немножко поднимать армию террано, и по сути, вот все, здесь трап очень жестко разменялся в плюс, вышел вперед на 30 лимита, добивает медивак, добивает сейчас викингов, да, викинги начинают падать, и он прогоняет третью базу, он просто-напросто прогоняет третью базу, сам свою третью базу имеет, продолжает строить колоссов, и все, и занимает место на карте, вот одно маленькое движение, правильное, и все, он бы не мог это сделать, вот это движение, если бы, если бы он ждал, пока террано начнет бейстарьейт, и потом бы пошел, потому что армия просто очень медленная, и он это компенсирует постоянным движением, да, его армия, если смотреть на миникарту, она постоянно где-то курсирует, она никогда не стоит на месте, ну, то есть, очень-очень короткие временные промежутки, когда армия стоит на месте, посмотрите, даже сейчас, он летит фениксами харасить, и он основной армией выдвигается, он выдвигается на центр карты, то есть, он выдвигается и начинает думать, окей, есть там шанс или нету, вот он встал на центре, и он такой, так, не, ладно, там шанса нету, пойду сверху обогну, там, поломаю тут, с другого угла нападу, при этом делает апгрейды, да, уже блинк уже идет, и уже вторая фажа стоит, плюс два на атаку, плюс один на броню, понимает, что здесь вроде бы можно напасть, нападает, зелки на армию, сталкеры с энтри на викингов, понимает, что вроде бы, как бы, и захлебываюсь, но можно и подраться, разменяться, здесь он разменивается, разменивается, естественно, отвратительно, как я говорю, лоб в лоб, армия протиса, ну, ни о чем, и убегает, убегает, стать четвертый, и, собственно, здесь он вышел вперед, уже по экономике, он смог еще выиграть, не выиграть, он смог хорошо разменяться, за счет того, что теперь он пожертвовал рабочими, 22 рабочих погибло, вот, и самое главное, смотрите, он опять же двигается, двигается, двигается вперед, то есть он понимает, что если он остановится, вот, с этими баталиями, хоть он их как бы и проигрывает, то он очень жестко отстанет, потому что сейчас та часть игры, когда включаются мулы, сейчас очень жестко начинают работать мулы, то есть Террен уже построил все, что ему надо, и рабочие у него работают, да, Террен на первых частях игры, пока рабочий строит, например, барак, сапплай, что-то еще, он на это, получается, тратит не только ресурс на сам барак, но и рабочий не добывает, то есть он теряет ресурсы, при этом, при этом, у него появляются мулы, и мул компенсирует вот эти ресурсы, да, то есть там 5 зданий построить, в принципе, плюс-минус 1 мул, получается, по ресурсам, вот, и первых получается мулов 5-6, где-то 7-8 может мулов, да, то есть первые минут 8-9 игры, это мулы, которые компенсируют то, что ксмки должны строить здания, стоять на нем, но после 8 минуты, минуты, все здания стоят, уже особо не тратится, вот эти вот, ну, ресурсы, там, вот эти 50 ресурсов, пока ты строишь здания, пока ты не работаешь, они уже незаметны, и мулы начинают очень жестко компенсировать все это, не компенсировать, а уже добывать больше, чем нужно, и у террена сейчас полет, прям полет ресурсов, поэтому трап агрессивно постоянно пытается где-то что-то делать, не стоять, то, что он понимает, если он встанет дома, то его будет меньше, очень-очень меньше, ему надо двигаться, 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 армия, короче, колоссы, иммортал, зилки, архоны, просто такая, боевой мощный лимит, разные юниты, да, важно понимать, опять же, в Старкрафте нету такой движухи, там, типа, ты увидел танки, у тебя должна быть армия имморталов, нет, у тебя должно быть всего по чуть-чуть, у тебя должен быть и сплэш, а желательно два вида сплэша, и танкующие юниты, и дамажащие юниты, и саппорт юниты, да, вот мы видим, у него танкующие, атакующие зилки, 9 штук, 1 иммортал, 3 архона, которые сплэш, 3 колосса, которые сплэш, причем сплэш разный, один по легким, другой универсальный, 7 сталкеров, чтобы побить по воздуху, да, и по ДПСить издалека, и сентрясаппорт юнит, который кидает щит, да, то есть, все юниты есть, нету такого, что, один юнит какой-то, да, там, преобладает, там, какой-то парочка, то есть, много разных юнитов, вот, и мы видим, трап идет, трап, короче, понимает, что его третьему, нексусу, пришел финиш, то, что туда, терн дошел, наконец, ловит сзади, два танка, и, начинается бой, возможно, финальный, сейчас мы будем смотреть, как эта игра будет развиваться дальше, и за счет чего у трапа получится что-нибудь сделать, ну, в целом, три колосса, иммортал архоны, сталкеры, короче, бьют чисто по либераторам, колоссы, оклик, в основном, все остальное тоже оклик, ну, то есть, это оклик и фокус в нужных юнитах, все, в принципе, здесь подрезал, подрезал армию террена, тем не менее, танк продолжает настреливать, и как-то замес подзахлебнулся, так, есть блинк, будет попытка за фокуса танка, естественно, неудачная, идут апгрейды уже, плюс три на атаку, плюс два на броню, почти заканчиваются, все, появляются зилки, и ТВ здесь засиделся, мне кажется, потерял медивак, вот этот медивак, очень критичен, сейчас потеряет здесь либератора, и контратака от трапа должна быть, мне кажется, должна быть сразу же контратака практически, он немножко, немножко остался здесь, чтобы просто-напросто, опять же, большая часть террена все равно сидит в медиваках, и она может полететь как домой, так и полететь по кругу обратно на твои базы, трап понимает, что если он сейчас базу потеряет, это вообще будет, ну, финиш, поэтому его сейчас цель, это постоять здесь, понять, что не будет продолжения атаки от террена на данный момент, и только потом выдвигаться, желательно, наверное, еще как-то отправить юнитов, проверить, что террен все-таки дома, вот он отправляет зилка, причем зилот бежит не к террену, а он бежит такими полукругами, там, к концу карты, вот сейчас мы увидим этого зилка, то есть он, в принципе, смотрит, будет ли где-то какое-то движение, а армия трапа, как я и рассказывал, она двигается, она двигается по карте, то есть она не стоит дома, но она стоит на таком моменте, где можно принять решение, проблема в том, что когда вы стоите дома, вы не можете принимать решений, вы стоите дома, и все, вы уже приняли решение, я стою дома, защищаюсь, армия трапа курсирует по всей карте, она имеет возможность словить где-то кого-то там догоняющего, и самое главное, он не идет ни вперед, ни назад, да, то есть, но он и туда, и туда, в принципе, близко находится, да, то есть что повернуться в защиту, что пойти в атаку, и вот на вот этих решениях, трап очень неплохо выезжает вперед, да, посмотрите, он зилка отправляет вперед, вот сейчас он видит, что здесь большое скопление сил терана, значит, здесь его основная армия, значит, можно идти дальше давить, и вот теперь он только всей армии заходит уже в поле вот этой вышки, и смело идет драться, причем заходит, показывает, что я иду сюда, и теран занимает позицию, раскладывает танки, и пока теран будет складывать танки, трап сразу же меняет позицию, да, то есть он даже не пытается драться лоб-лоб, понимаете, вот, тем временем он закидывает несколько зилков на вторую базу к терану, они забежали и начинают ломать там соплаи, и все, вот, понимаете, вот такие вот маневры, они позволяют выигрывать игры, если бы трап сейчас ломился, дрался, да, его сейчас 160 на 120, он бы все равно слился на танках, на викингах, армия протца слаба, да, но, так как он умудряется выиграть позиционку, он сейчас должен втащить, понимаете, то есть он сделал прям четкий вид, что я иду манчить твою четвертую базу, Тиуай там выстраивает защиту, раскладывает танки, и в этот момент протца убегает, это вот единственное время, когда армия протца немножко быстрее армии терана может двигаться, тот момент, когда танки сложены, да, когда им нужно складываться, все, таким образом, трап занимает позицию, и не идет, не идет туда драться, да, он понимает, что там делать нечего, там гасты кинули, две ЕМПшки, и сразу же все, хп армии протца просто напополам срезалось, он опять, он делает вид, что он идет на мейн, туда Тиуай кидает силы, и только потом он разворачивается, посмотрите, то есть он делает вот такие маневры, да, он, я иду к тебе на вторую базу, Тиуай как бы реагирует на это, и он сразу же меняет, и идет на третью, то есть только так можно драться, за протца, и здесь уже, конечно, его очень много, здесь он выиграет уже банально количеством, количеством, должен как минимум, не знаю, ну, да, 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 ну, нельзя проиграть, у него грейды, грейды, плюс 3 на атаку, плюс 2 на броню, против 1-1 терана, то есть он по грейдам прям жестко выигрывает, да, это круто, это была мощная игра, вот, феникс и колоссы, феникс и колоссы, Тиуай уже недоволен, что-то пошло не так, он такой, что протос может выиграть, типа, вроде же как-то 2 года не выигрывали, что-то, и трап такой тоже сидит, такой, Хм, протос может выиграть, вроде же 2 года не выигрывали, вот, но чует, чует, что уже есть шансы у него, Вот Давайте посмотрим Первая игра, где он открывается в стенку от рипера А у всех остальных он открывался именно В пилон Гейт у себя под газом Вот это он открывается в стеночку от рипера Приходит видеть, что все типа окей Что чуть-чуть, конечно, тивай тут И трит, закрывает мейн Ну, будет стоять ждать марика, наверное Тем не менее, его открытие поменялось или нет? Сейчас я проследил, все равно кибернетка данная ксу или нет? Не, нексус кибернетка Вот Стенка от рипера, получается, он ставит, когда играет нексус кибернетка У нас тогда появляется позже юнит И, соответственно, нам нужна эта стенка То есть при нексус кибернетке Открывается в адепта А тивай будет делать передроп геликов, как я понимаю Да Адепт, центриан, твайлайт Заметьте, он почти в каждой игре на 2.50 возвращается к терану Пробкой И адептам он не бежит разведывать Интересный маневр То есть он три игры подряд это делает Вот это, мне кажется, нужно брать на заметку Он реально умудряется добежать И, получается, пробка, по идее, может реально спокойно добегать До вот этой информации Потому что будет всегда один марик Или он, как он успел это заметить, да? Да, да, да То есть пробка тупо успевает добежать до вот этой инфы До рампы Ну, почти всегда, наверное, успеет Так, ребята, я эту игру только что откомментил Но произошел нюанс, да? Момент с пробочкой Я нажал кнопку, которая останавливает запись И, соответственно, получилась такая проблемка Я сейчас вкратце по ней пробегусь Расскажу основные моменты Интересные, да? Получается, трап понял, что это будет харасик Сейчас включаем x2 И пробкой Понял, что это будет харасик Вот И отлично, замечательно Здесь двигается армия Прям красиво, очень умно Зонит постоянно Не дает спокойно залетать медивакам У него везде есть защита Везде хватает сталкеров Он умудряется вот так вот терять буквально одну пробку От всего отбивается И дальше красиво, смотрите Он выходит в атаку Но при этом не бежит, сломя голову вперед Он пытается искать Искать медиваки Видит, что, ой, их нету И он пытается их прогнать со своей половины карты Его, как бы, его задача не нанести урон А именно прогнать Встречает пару мин Тоже не смогли они его обмануть Красиво все вот это дело прогоняет То есть дальше, открывшись блинк Он идет подпушить, подпушить сталкерами Поддавить терана Мотая до этого момента Естественно, здесь у него ничего не получается Тут уже пара танков Конечно же, это без шанса Без шанса здесь что-то сделать Поэтому он оставляет сталкеров Стоять и ждать вот этого выхода терана И дальше очень пара классных маневров будет То есть здесь он немножко пытается похарасить Не сказать, что успешно Но что-то там, что-то нанес Вот Самое главное, что он делает Опять же, призму с зелками Да, помните, как в первой игре Там второй Да, первый он ее делал И делает залет Такой спорный залет Ну, сейчас я вам расскажу пару приколов Про этот залет Вот Параллельно с этим он выходит В две форжи, в колоссов с грейдами В чаш Вот Он делает вот этот залет И здесь Какая спорная дилемма этого залета То есть, во-первых, можно, конечно же, стоять И ждать, пока теран все-таки выйдет с базы И как только он выйдет, тогда мы залетаем Но он пошел сразу в атаку Почему? Потому что он понимает, что теран Против Этих колоссов будет играть в викингов Он парочку викингов построит из-за этой ситуации И Если викинги найдут эту призму По итогу То есть, они ее, естественно, убьют Поэтому он делает залет все равно Это мое мнение Такое примерно Вот Единственное, что он здесь рекол не делает Вот это, мне кажется, ошибка Потому что, конечно же, сейчас вылетят два викинга И убьют эту бедную призмочку Вот Но, тем не менее, смотрите Он, опять же, продолжает Все в том же духе Пока теран дома Пока он это подтверждает Вот этими дропами Там, сталкерами Всем остальным Он армией выдвигается Он выдвигается армией в поле Он, ну, армией не стоит дома Это самое главное Но при этом он имеет Вижен, да То есть, у него здесь юнит Здесь юнит Вот здесь вот обсервер Он видит Если все-таки что-то залетит И он армией постоянно курсирует по центру карты Вот Оставляет пять зелков на, там, пятой базе у терана То есть, где-то прячет возле терана пять зелков И вот, смотрите Очень классный момент Он видит вот этот выход Сталкерами начинает отчпокивать юнитов И забегает зелками сразу же Что он, что он вот этим выигрывает И почему благодаря вот этим гениальным маневрам Трап сейчас сможет одержать победу Смотрите, у него сейчас проблема какая У него строится там колосс Апгрейды на половине И если теран сейчас придет и нападет Он проиграет В лоб в лоб реально он проиграет На равных грейдах, на равных армиях Тос проиграет вот на данный момент Вот, и он оттягивает Он понимает, что теран вышел всей армии И ему нужно просто-напросто вот это вот Выиграть, выиграть время Буквально вот эти пять зелков Они вот выигрывают столько времени Ему приходится армию оттянуть назад Что-то там поделать Пф-2-чить Да, то есть И по итогу он выигрывает время На плюс одного колосса Надо делать грейды на плюс два На плюс два На иммортала То есть он выигрывает огромную кучу времени Благодаря вот этому забеганию Просто-напросто И убивает там Супплай, каких-то юнитов Отбивается от либератора Добивает Добивает вот эти вот Камешки, что начал бить Тювай И смотрите И он решает, что Наверное, все-таки Тювай двинулся домой Я пойду в атаку Тювай в это время делает Дум-дроп Естественно, трап это замечает Но так как он Большей частью армии уже в атаке Он понимает, что выхода никакого нету Придется защищаться Вот Вот здесь вот, кстати Момент такой интересный Почему Протасы часто могут проиграть Вот этим вот Дум-дропом Смотрите Между вот здесь вот Между Робобеем И вот этим зданием Темплар архивом Могут поместиться условно Четыре Марика А вот здесь вот В такой же дырке Поместится только один Сталкер И в этом проблема Да, что вот в этих боях Внутри баз Ротасы часто проигрывают Потому что Сколько бы ты тут не наварпал У тебя рейнджа не хватит С ними сражаться У тебя будет драться постоянно Один сталкер На четыре марика И проигрывать Вот Поэтому здесь Тос проиграет Бой Вот Также параллельно Другая часть Тювая идет Бить третью Только что показали Четвертую точнее Тосу Вот Ну и здесь Естественно Тоса столько много Он спокойно разваливает Остатки армии Террена И теперь он понимает Что Как бы Бэйстрейт он не выиграет По одной простой причине Того что Он дома просто Быстрее потеряет Все свои здания Он может разлететься Он может сейчас поднять Все здания Разлететься Тюай Ой Трап просто сделает рекол И отобьется Конечно же На этом Тюай пишет Джи-джи Трап побеждает 3-0 Вот такие вот Зачетные Крутые игры Получились Вот Ну а мы переходим Собственно К следующим Статс против Рога Статс против Рога Статс против Рога Смотрите ребят На этом видео Сейчас вот на данный момент Буквально вчера Протосы Тащили Да Выиграли свой первый турнир За два года И я вижу сейчас Вот на видео Что я смотрю 392 лайка Вот так Если каким-то образом Вот этот мой видос Который мы сейчас смотрим Наберет 392 лайка За неделю Тогда 500 лайков Отменяется цель Хватит и 392 Вот И ну такой контент Еще продолжится Классные Профессиональные разборы Игр Топовых игроков Не только Протосов Вот Статс начинает С блока натурала На первой минуте Будет подниматься Проверять Что там за билд Но он не поднимается Он идет Посмотреть Если там третий Его это устраивает Потом минута 10 Он поднимается Уже смотрит Играет Gate Nexus Все в принципе Нормально Стандартно Мне интересно Какие дальнейшие Его действия будут Gate Nexus Кибернетка Тут в принципе Все стандартно Что у него Что у Roga Адепт под бустом Для разведки Stargate Oracle Сейчас модно Открываться в грелке В масс грелочке Строю Stargate Но потихоньку Мода отпадает И вот Это идет Oracle У нас на данный момент Второй gate Oracle WideRay Хорошая тема Мне нравится Смотрите Oracle WideRay У нас WideRay Выходит на 4.0.0 Соответственно Он чистит Если надо Оверов И он в принципе Будет помогать Занимать третью базу Здесь Харас С двумя еще адептами Весьма неплохо Модно И часто Вот сейчас Протасы используют Вот этот Харас Пытаются Oracle Плюс два адепта Нахарасить На ладере Мне это делать Не нравится Потому что Ну до 5000 ММР До 5000 ММР Это не очень Мне нравится Маневр Там часто Просто Зерги И так И так Перестраивают Ненужных Юнитов И чаще Это не наносит Урона Ну вот Лучше просто Сохранить Адептов Рок Тем временем Подстраивает Немножко Лингов Сейчас будет Харасить Наверное Третью Статсу Статс тем временем Ставит третью Второго WideRay Построил Какой переход Будет У него сейчас Два старгейта И из двух Старгейтов Он делает WideRay На пятой Минуте Твилайт Форжа То есть Вот так Он открылся Oracle WideRay Второй Старгейт И начал Делать По два WideRay Параллельно Летает Oracle Смотрит Во что Играет Зерк Вот Уже Четыре Вайда Делается Еще Плюс Два Скорее Все Где-то Остановится На Восьми Обычно Это Красивое Число На Котором Стоит Остановиться Делается Плюс Гейты Еще Добавляются То есть В общей Суме Шесть Или Восемь Гейтов У него Уже Должно Быть Идет Идет Вот это Вот Модная Реакция Короче На Старгейты Она Круто Работает Против Трех Старгейтов Когда Тупо Мазгрелки Когда Тупо Мазгрелки Берутся Все Квены В Оверов И Дропаются В 6.30 Да Вот Именно На этом Тайминге Это Неплохо Работает Но Так Как Здесь Есть Уже Батарейки Есть 6 Гейтов Готовых Мне кажется Старгейт Легко Отобьется Посмотрим Посмотрим Как это Будет Происходить Покусятся Квены Естественно Все Рабочие Сдохли Ну Нексус Умрет При любом Раскладе Да Все Вот В итоге Потери Один С рабочих Не все Рабочие Сдохли Часть Сбежала Нексус Получается Вся Статика На нем Сдохла Один С рабочих Тем Не Мене Зерк Потерял 6 Квин 5 Рвагеров По ресурсам Плюс Минус Ровно Естественно Из плюсов У Зерга Третья база Все-таки Стоит Вот А Стат Заметьте Он не строил Апгрейды То что я говорил Вам в прошлых Сериях Не сериях В начале Этого видоса Что когда мы Защищаемся Мы вкладываемся Только в юнитов И в статику Да Только после защиты Когда все Устаканилось И Стат Понял Окей Вот сейчас Пока Мой черед Атаковать Или не важно Что делать Но мой черед Сейчас действует И меня сейчас Не будут атаковать Вот на данную Секунду Именно Он только сейчас Изучает апгрейды То есть до этого Он их не учил Потому что он понимал Что все надо Вкидывать В то Что способно Защищаться И он делает Чарж Плюс один На атаку И Архонов Будет делать Тем временем Идет передроп Лингов На мейн Вот этот Косячок Да Такой прикольный Что Зерк Очень жестко Может продолжать Конечно пресить Посмотрим на урон Который статс получит Начинает терять рабочих Сейчас будет Третья в опасности Еще 9 рабочих Потеряно И в итоге Статс отстает По рабочим Теперь на 10 То есть у него И Нексуса третьего Нету В отличии от Зерга У него есть Третья база Добывающая Вот Но Чтобы все это сделать Зерк Потратил 6 квин В начале И теперь у него Нету квин Отбиваться От 8 войдов Но есть гидра Здесь часть квин По клику Пошло не туда Они застряли внизу И поэтому Мне кажется Статс здесь Может войдами Очень серьезный урон Нанести Смещается Гасить этих квин Раз Два Третья Шесть войдов Против Пяти гидролиз Первая реакция Сразу сбежать Заметьте Потом Только как Сталкеры Уже подходят Он решает Немножко Можно и подраться Ну Сбежит Сбежит То есть Зелками 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 будет Драться Такая контратака Небольшая Но вы знаете Она может Закончиться Успехом Параллельно Он учит Шторм То есть он Если что Готовится Встречать Следующую Атаку Зерга Шторм Это в принципе Ну Правильная Правильная Реакция Конечно же Сразу По газам Естественно Это одно Из всех Возможных Вещей Которых Он может Нанести Урон И Реально Работает Такая штука Убивает Гидру Понял Что гидры Мало Можно Профокусить Убивать Газы Зерга Очень Профитно Очень Профитно Получается Вот Тем временем Иммортал Уже Строится Плюс Два На Атаку Статика Добавляется И Стать Четвертый Нексус Все Окей То есть Тут можно сказать Статус Как бы Чувствует Своё преимущество На данный Момент И будет Сейчас Зилками С грелками Атаковать И Темпларов Зилки Грелки Штормы Вот Вот он Составчик Такой Для пуша Прикольного И Ну здесь Статус Уже Впереди По Лимиту Поэтому Мне кажется Пуш Этот Закончится Весьма Успешно То есть Если То Спереди По Лимиту Он Зилка Должен Проламывать При прочих Там Равных Да Рок Увидел Шторм Сразу Пишет Джи Джи Следующая игра Начинается Так же Статус Начинает С блокировки Второй базы Проверяет Main Ну и в принципе Его все устраивает Здесь Видите что Рок пока Стандартно Играет На какой Минуте Вопрос Он пойдет Домой Он идет Домой В 2 2.20 Еще смотрит Видит Собак И бежит Домой Короче 2.20 2.30 Он бежит Домой Все это время Он разведывает Пробка Чтобы понять Опять же Куда собаки Побегут Бежит потом Адептом Во второй Скаут Адептом Проверяет Наличие Третьей базы Проверяет Сейчас есть Там лейер Или нету Все его Устраивает Лейера Нету Значит Не будет Ранней муты Не будет Там Каких-то Ранних Нидусов Можно Немножко Спокойнее Поиграть Идет Oracle Ну и Скорее всего Стандарт покажет Тот же Билд Да Байдрей Второй Гейт Ораклом Летает Тарасит Ничего Необычного Но дальше Продолжение Более Интересное То есть У нас идет Два Гейта Твайлайт То есть Не идет Второго Старгейта И Скорее всего Это будет Глеф Глеф Подпуш Наверное Да Идут Глеф В итоге У Старса Четыре Гейта Глеф Адепты После Oracle Вайдрей И Oracle Вайдрей Смогут Защищать Ему Вторую Базу Третью Точнее Тем Тем временем Он выйдет В Глеф Подпуш Посмотрим Чем Это Закончится Рок Учит Пока что Скорость Оверов Очень Интересное Место Для Ловушки Старс Выбрал Прикольная Точка Опять Загружает Лингов Оверов Квины То есть Рок идет Примерно В тот же Самый Билд Как и В прошлой Игре Хоть он Прошлой И не Сработал Ну Рок Наверное Считает Что нормально Сработал Вот И Если бы Чуть Бы Кстати Старс Хуже Харасил Oracle Рок Бы В этот Пуш Вышел Чуть Чуть Раньше И Он Был бы Сейчас В центре Карты Всей Своей Армии В тот момент Как все Адепты Залетают К нему И Начинают Его Крушить Такой Подпуш Интересный В итоге Рок Со всеми Своими Квинами Остается Дома Теряет Только Лингов В основном Ну В чем Проблема Опять же Можно Сказать Что О Круто Он Рабочих Не Убивает Но Это Не Круто Потому Что Рок Шел В Ал Ин Вот Этот Дроп Квин Это Ал Ин Все Так Который Имеет Место Продолжать Игру Если Мы Убьем Тосу Третий Нексуса Но Он Сам Не Сдохнет Все Ок Но Его Ал Ин Строился На Этих Лингах И В итоге Рок Имеет 44 Рабочих 163 Еще Убивает Немножко Рабочих То есть Он Грамотно Адептами Посплетился Очень Получилось Прикольно Все Он Можно Сейчас Посмотреть Как он Это Сделал Я Думаю Всем Будет Интересно Как Правильно Контролить Адептов Смотрим То есть Он Выходит Просто На Карту Вот В момент Уша Адептов У него Начинаем Считать Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Один Двенадц Тринадцать Адептов На шестой Минуте Делает Телепорт Начинает Отбиваться Кидает Тени На Главную Базу Телепортируется Начинает Здесь Наводить Беспорядки И Кидает Тени Опять Тем Временем Я смотрю На третьей Уже Адепты Появились То есть Как они Появились На третьей Они В этот Момент Смотрите Вот здесь По мини-карте Видно У него Вышли Адепты И Пешком Пошли На третью То есть В момент Пуша Просто Следующий Доварп Делается Домой Они Идут И Атакуют На третью А этими Адептами Он между Первой И второй Двигается Таким Образом Он умудряется Этим Пушем В принципе Нанести Урон Даже По рабочим Что Бесьма Жестко Сказывается Очень Сильный Урон Нанесен И по Рабочим То есть И по Юнитам Боевым Позади Рог Конкретно Посмотрим На его Реакции Стат Тем временем Опять же Штормы Идет То есть Ему Нужен Сплэш Ему Нужен Быстрый Сплэш Ловить Следующий Пуш Без Сплэша Он Труже Тупо Не справится Поэтому Это идет Архонты Это идет Робот Теперь Наконец Уже Ставится Третья Четвертая База 740 Спокойно Занимается С преимущества Такого И При этом Он Сразу Прогнозирует Следующую Часть Он Уже Готовится В лейтгейм Играть В чем Проблема Тоса Устаться Сейчас Шторм На половинке Но У него Идет Плюс Один На воздух Два Старгейта И Флитбикон Чтобы Строиться С такого Количества Старгейтов И не Сдохнуть Вот И не Проиграть По экономике Вам Надо 8 Газов Старгейт Успешно Этого Добился Вот Чтобы В принципе Играть В воздух Против Зерга И Нормально Себя Чувствовать Вам Нужно Какое Преимущество Потому Что Если Вы Изначально Идете В воздух Зерги Которые Понимают Как Это Контрить Они Будут Вас Побеждать 9 из 10 Игр Вот Поэтому Старгейт Взял Преимущество Здесь Фейковые Овер И Спокойно Выходит Во Флитбикон Лейтгейм Только Из преимущества То есть Если бы Он сейчас Дрался Он бы В такое Не выходил Я думаю Это были бы Колоссы Или еще Что-то Вот Но Из преимущества Он продолжает Харасить Адептами Это В принципе Его бесполезный Балласт Адепты Они ему не нужны Они сейчас Чисто для Напряга Для Какого-нибудь Урона Встречает Люркеров Вот И как раз таки Если бы Старг Сейчас Продолжил бы Ломиться Робо-юнитами Или прочей Ерундой На люркерах Ему было бы Тяжело Пробить Но Он выбрал Кэрриеров Конечно Кэрриеры Против люркеров Себя будут Отлично чувствовать И идет Мазеркор Тотальная защита Вротив зерга Идет выход Ну он Получается Этим выходом Разменивает Разменивает Юнитов Просто Ему они Не сильно Нужны Но он Их даже Хочет потерять Чтоб Лимит Си освободить Вот Тем временем Делается уже Плюс 2 на воздух Плюс 3 на атаку На земную Плюс 1 на броню И еще плюс 3 старгейта То есть 10 газов Это вот 6 старгейтов Не столько Даже по продакшну Сколько это нужно Для того Чтобы банально Банально Иметь возможность Восстановить этот лимит После того Как он сдохнет Рок в свою очередь Пытается сделать Дроплюры Здесь весьма умно Предусмотрительно Стоит Вайдрей Ну и статс Аккуратно Чистит крип Аккуратно Идет давить Мне в принципе Нравится его состав Посмотрим Будет он Что-то делать Или нет Да он приходит Убивать технологические Здания Штормовиками Там штормит Из-под мазеркора Аккуратненько И все Штормы Батоны Его состав Темпесты Пошли Рок находит Бреш В обороне Статся Вторая база Оказалась Ну не сильно Конечно Нанес урон Так Скорее просто Неприятно Вот На каждой Базе У статса Конечно же Батарейка Фатонки То есть Без статики Уже никуда Еще одну базу Занимает статс Статс Очень агрессивно Занимает базы И идет Идет битва Вот почему Тосы не могут Нормально драться Против Зерга Потому что Под спорками Очень быстро Ложатся Воздушные юниты Протоса И они Просто банально Начинают даже По оклику Бить по Этим споркам Спорки Умирают Очень долго В то время Как армия Протоса Просто ложится Вот И если Тос Из ситуации Когда он Не впереди Начинает во все это Выходить Он эти спорки Встречает не здесь У Зерга На третьей На четвертой базе Да А он их встречает У себя На третьей базе Они просто Приходят через всю карту Садятся У вас зарываются По третьей базе И вы уже Просто выйти не можете То есть Вот по этой причине Именно такой стиль Против Зерга Изначально Когда мы вслепую В него идем Он не совсем рабочий Против Зергов Которые понимают Как играть Конечно же Да То есть Да Вы можете на ладере В ГМЛе Поиграть По простым причинам Да Ребята тренируют Какой-то билд Они там не думают Об игре Да Или еще что-то Просто играют На бум Хотят попробовать По-другому вас убить Да Но если этот турнир Если соперник Понимает Да Как действовать Против данного стиля Он вас просто-напросто Победит Очень легко И просто Потому что Изначальный воздух Это очень слабо Ну как и за любую Другую расу Если вы просто В тупую идете Сразу же В Т3 технологию В Старкрафте 2 Это не работает Здесь мы видим Дропы Люркеров Весьма неплохо Они наносят урон Все-таки Тяжело с ними сражаться Потому что Пара люркеров Вот так вот Заваливаются Убивают вам И армию И нексус И бароню И фотонки И пробки Прям Жестко наносят урон Но Стас уже Свои батареечки Начинает В центре карты Да То есть здесь Стас живет Этим стилем В основном За счет того Что Он Очень агрессивно Берет базы И успевает Сделать статику В центре карты Вот это вот Работает И базу Там еще занять Это круто Гидра пошла Размениваться На ту базу Верхнюю В итоге Здесь Устаться Замес с Кораптерами Которые Вместе с Вайперами Выцепливают По батончику И Убивают их И начинается Битва Мне кажется Рог Сейчас из-за того Что он гидрой Пошел убивать базу Хотя мог на это Потратить Там 10 Зерлингов Вот здесь Очень-очень Сейчас теряет Теряет всех Кораптеров Не всех Но очень много Кораптеров Теряет Сейчас начнет Терять статику Ультралиски Мне непонятны Они занимают Много лимита Они не помогают Драться с этой армией Возвращается гидра Но у рога Вся армия Просто разбита В разные стороны Ему нужно собраться Ему нужно отдать Эту базу Скорее всего Что он сейчас И сделает Да он отдает Эту базу Он собирается Уже армией Идет Ставит статику Статика пока Не стоит И в чистом Ровном бою Начинается драка Воздух Процесса ляжет 90% То есть он очень слабый Но проблема В чем В том что Как только Ляжет Воздух Начнет играть Земля То есть теперь Мне немножко Становится яснее Конечно Для чего Ультралиски Потому что Вот на данный момент Сейчас 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 Рог в конце концов Доберется До армии Эптоса И Убьет Убьет Воздух Все У него уже горит Здесь немножко Потому что Процесс просто На его территории Хозяйничает Рог Отдав Несколько рабочих Естественно Получает Преимущество По армии Саплаю Начинается Битва Избегает Штормов Все Штормы Уже Кончились Скорее всего И сейчас Начнется Уже Замес Кидаются Паразитические Бомбы Налетают Караптеры Просто Такие Бах 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 В принципе Воздух Сминают Что И следовало Ожидать Как говорится То есть Воздух Утоса Лег Но Осталась Земля Вот Как теперь Землю Умевать Теперь нужно Этих Караптеров Превращать В Брудлордов Но Времени Нет Потому что Протас Летает По этой По базе Идет Ультралиски Идет Гидралиски Но Статса Достаточно Много И Статс Уже Наземная Армия Идет Куча Просто Огромная Куча Архонов Он Смог Статс Всю Игру Собирал Кучу Газа И Теперь Он Смог Восстановить Лимит 3 на атаку 2 на щиты Уже Третий щит Доделывается И Морталы Есть Против Ультралисков И Статс В принципе Все устраивает Он Не спешит Его добивать Рога Он Понимает Что Армия Зерга Быстрее Что Ему Нужно Просто Аккуратно Методически Двигаться Здесь Уже Появились Бруды Которых Он Пытается Подфокусить Грелками Со Сталкерами Естественно Так Себе Против Караптеров То есть Рог защищается Он защищается Здесь Парочка Буквально Люркеров Сидит Здесь Парочка Брудов Этого Достаточно Для защиты Но Статса Все устраивает Он понимает Что он Больше ресурсов Собирает В этой игре У него Просто Больше Ресов То есть Он В принципе Готов Размениваться С Рогом Только На выгодных Условиях Он Не будет Скорее Всего Наламываться Он Будет Защищаться Максимально И Драться Только Вот В таких Ситуациях То есть Когда Рог Не на крепе Не Возле базы Да То есть Он Говорит Ты добывай Ты строишь Что хочешь Мы будем Драться Размениваться С тобой Я даже Готов Минус Размениваться Но Мы будем Размениваться Здесь В поле На моих Условиях И Я буду Больше Тебя Строить Потом Потому Что У статуса 68 рабов У статуса Просто Банк ресурсов То есть У него Прошит Он Не Будет Наламываться Он Понимает Что Если Он Наломится Армия Протуса Очень Слабая Он Проиграет Он Да Он Выиграет Эту Игру Без Драки Он Понимает Что Он Не Может Наламываться На Условиях Рога Вот Но Он Выиграет Эту Игру Просто Собирав Больше Вот Так Интересно Статус Выигрывает Заметь Очень Методично Очень Умно Очень Аккуратно Именно Так Нужно Играть За Протуса В 21 Году Чтобы Побеждать Если Вы Будете Просто Пытаться Наламываться Драться Протуса Это Слабая Раса Не Стоит За Нее Играть Тогда Лучше Возьмите Имбозергов Или Теренов Ну И тогда Будет Все Нормально Если Хотите Драться Такими Армиями То Армии Протуса Сейчас Слабые Но Протус Побеждают Именно Умом Тактикой Если Вы Хотите Играть В Классную Стратегию Умом Побеждать Это Протус Вот Так Статс Открылся В Адепта Затем В Сталкера Такого Еще Не Было Ни В Одной Игре Обычно Это Всегда Три Адепта Было Посмотрим Почему Идет Гейт Оракал Адепт Да То есть Почему Сталкер Непонятно Сталкер Лучше Держит Оборону Чем Адепт В стенке Возможно Возможно Предвидя Что На этой Карте Модно Играть Всякие Лингфлуды Статс Решает Что Сталкер Лучше Выдержит Вот этот Лингфлуд Именно В стенке Если что То есть Именно Более Защитно Сталкер Лучше Затем Идет Два Газа Идет Робо То есть Статс В каждой Кстати Два Оракла Не В общей Сумме Шесть Гейтов Уже Это Будет Наверное Иммортал Сентри Пуш Да Идут Сентри Идут Имморталы И он Сейчас В всей Этой Армии Идет Призма Один Иммортал Шесть Сентрей Вот такой Вот выход Шестая Минута Третий Нексус Не Подождите Он его Поставил На Четыре Тридцать Где-то Упустил Да Четыре Тридцать Третий Нексус И все И он Выходит В пуш То есть Как бы Если к нему Сейчас Пуш Пойдет Убивать Третий Нексус Он В принципе Готов Вот Я На стримах Часто Этот Билд Играю Показывал Весьма Прикольный Рабочий Билдок Где мы Приходим На шестой Минуте И начинаем Сергом Разговаривать Ему Что подбиваться Нужны Равагеры Я Обычно Этот Билд Играю С Вайдреями И Чем Мне Нравится Здесь Ораклы Ими Можно Подконтролить И Убить Равагеров Наверное Для чего Сейчас Статц И взял Не Он Просто Подсвечивает Армию Пытается Выиграть Что-то На филдах Мне кажется Это Глупая Затея Они Сейчас Уже Не так Работают Как Раньше Хорошо Да Он В принципе Понял Что Тут Без Шансов Сейчас Будет Подсвечивать Крип Наверное Пытаться Чистить Крип В принципе А Не Обсервер Есть Все Нормально Ну Вот Да Идет Твойлайт Фаржа Ну Типа Как я Рассказывал Про этот Билд Идея В том Что В целом Армия Она Не победит Игру Но она Способна Драться Принимать Бой И Вот Как раз Так Двигаться Где То Искать Возможность На филдах Отжать Какого-то Юнита В принципе Вот Вся Задача Этой Армии Пока Филды Не Кончатся И он Сразу Приходит Делает Прессинг На Третью Базу Потом Пытается Отбить Четвертую Но Так Как Проц Не Может Построить Достаточную Армию Ему Придется Сейчас Отступить Конечно То Это Это без шансов Здесь Что-то Делать Спасает Иммертала Великолепный Микроконтроль Классные Филды До Варпы Ну До Варпы Это Гиблое Дело Потому что Призма Дохнет За пару Байлов То есть Идет Размен Идет Чисто Размен Стат Понимает Что Он Не Отступит Умудряется Подфокусить Рачей Убить Все Что Может Это Спорный Вариант Сзади Начинается Делать Иммертал И плюс Один На Атаку И Чарж Вот В принципе Он По ресурсам Вряд ли Я бы Назвал Это Выиграл Размен Потому что Он потерял Меньше По минералам Но больше По газу Газ Дороже То есть Он на 300 газа Больше Потерял И на 650 Минералов Меньше Но Типа 300 газа Важнее Чем 650 Минералов Сейчас Будет Ловить Контратаку Посмотрим Как он Будет Любого пуша Сразу Переход В Сплэш Седьмая Минута Тосс Без Сплэша Беда Полная Забудьте Вообще Про эту Расу Если У вас К 8 Минуте Нету Сплэша Вот У Статца На данный Момент Нету Сплэша Ему Повезло Что Рок Не пошел В атаку Прямо Сейчас Рок Решил Немножко Подсобрать Лимит И В принципе Статц Дожил До своего Темплар Архива Сейчас У него Будет Опять Шторм Будут Архоны Вот Орак Лами Он Просто Следит За Армией За Передвижениями Статц Также Статц Статц К 8 Минутам 4 Базу Ну Его Мидгеймовый Состав Не изменился Это Заметьте Вообще Это В принципе Стратегия Из прошлой Игры То есть Если Он Стратегия Остаться Открыться Достаточно Безопасно Занять Третью Базу И выйти В подпуш На пятой Минуте То есть Без подпуша Он не может Взять Как-то Ситуацию В свою Контроль И он В прошлой Игре Делал подпуш Адептами В этой Подпуш Морталами Что было В первой Кстати А в первой Он сам Отбивался От пуша Он сам Отбивался От пуша В первой Игре И по этой Причине Игра Переросла Вот это Сейчас Первая игра Переросла Как бы В беготню В беготню Туда-сюда То есть Она не дошла До вот этого Лейтгейма Но если Он умудряется Пушем Как минимум Замедлить Рост Зерга То есть Его цель Не убить Зерга Не нанести Даже урон Его цель Замедлить Рост То есть В этот промежуток С шестой До восьмой Минуты Самая основная Цель Протаса Вот Нам прийти На шестой Минуте И Уйти Только к восьмой Желательно Да То есть Из адептов Он тоже там Плюс-минус На седьмой Минуте Начал уходить Вот И здесь То есть Цель К восьмой Минуте Уйти домой И вот С этого Вот Именно Фундамента Он играет Этот матчап Да То есть Его задача В этом матчапе К восьмой Минуте Сравняться С зергом Да Ну как Сравняться То есть Мы видим Что зерга На восьмой Минуте Сто сорок Лимита У процца Сто десять Но Сравняться Хотя бы По рабочим Хотя бы По рабочим Да У зерга Больше на одну Базу Да У него Лучше Технология Да У него Больше Рабочих И больше Армии Но это Плюс-минус Нормальный Фундамент Чтобы играть Дальше И Дальше Он делает Сплэш То есть Это Темплар Архивы И как Только он Получает Доступ К сплэшу Доступ Смотрите Он сейчас Начнет Учить Шторм Он не ждет Пока Шторм Выучится Или еще Что-то Он понимает Окей Мне вроде Этого Должно Хватить Вот И вот Как только Он видит Ораклами Что Ага Он Отступает Он меня Сейчас Не будет Бить И у меня Есть Сплэш В целом Я должен Защититься Он сразу Делает Плюс Два Старгейта Сразу Делает Флитбекон Два Старгейта И сейчас Будет Ловить Пуш Слюрой Пуш Слюрой Он ловит Как раз На штормах На сплэше Он не дерется С ними У него Нет цели Убить Эту армию Самая Главная Цель Эта армия Не должна Наступить Мне на Нексусы То есть Он с ней Опять же Дерется В поле Не на Крепе Очень обязательно Именно Не на Крепе Драться Он постоянно Отходит Аккуратненько Ловит Ее Его цель Немножко Выжить И вот Он выжидает 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 И появляются Батоны То есть Все Люркеры Наконец Его додавили Вот Саму Позиционку Бой Разбирать Смысла Нет На самом Деле Это все Идет От того Как Игроки Действуют То есть То как Действует Рук Вряд ли Будут Действовать Ребята До Опять же 7000 ММР Скорее Всего Это будет Вся Армия Бежит На вас И Ну Там у вас Совсем Другие Действия Будут Это Нужно Будет Просто Кидать Штормы На нее И Просто Окликать Вовремя И Должно Все Быть Получиться Нормально Ну Либо Вы Не Проштормите Ее Пока Она Бежит И Она Закопается У вас Под Имморталами И Вы Тогда Проиграете Конечно Вот Ну Рок Аккуратненько Действует Вот По сути Стас Доживает До Батонов Прогоняет Люру Так Игра Будет Заканчиваться Вопрос Это Попытки Гидра Люрой Напасть Короче На все Это Также В свою Очередь Где-то Чуть Поддавливает Зелками Ну Просто Просто Строит Лимит Отдает Свою Третью Базу Потому Что Он Построил Четвертую Пятую Собственно Вниз Вот Быстрая Постановка Базы Агрессивная Такая Она Позволяет Стацию Играть Вот Сейчас В атаке Если бы Он Медленно Ставил Базы То Ему Была Была Важна Третья База Которую Убили Но На данный Момент Она Не так Важна Потому Что Он Поставил Пятую Которая Работает Как Четвертая То есть Ему Главное Поддерживать Вот Эту Вот Возможность Добывать 70 Рабочими То есть Он Вот Максимально Поэтому Агрессивно Ставит Базы Идет Такая Закопка Рок Выиграл Немножку Позицию Как Будет Эти Бой Статс Боится Напасть Это Тяжело Конечно Ж Сделать Но Все Таки Начинается Битва Архоны Штормы Архоны Батоны Подфокусят Люру Это Сделаться Не Успеет Люра Караптеры Сбежали Немножко Зелков Зерга Атакуют Лимиты В принципе Равные Все Окей Идет Так И вот У нас Мы Приблизились К замесу Статс Вышел В атаку Всем Караптеров Не Очень Много Меньше Чем Воздушных Юнитов Протса Под штормами Под архонами Получается Под грелками И Фокусом Они Все Ложатся И Стас Выигрывает Третью Игру То есть 3-0 Протса Две Игры Побеждают Вот Так Великолепно Это Все Происходит Вот Ну Я Не знаю Мне кажется Это Круто Надеюсь Все Не Устали Потому Что Она Ждет Пвп Я Специально Решил Это Все В Один Видос Скомпилировать Постараться Так сказать И сделать Крутейший Для вас Контент Разбор Именно Крутых Игр Ну И Посмотреть Что Из Этого Получится Вот Посмотрим Пвп Как Открываются Наши Великие Процессы На которых Мы Будем Скорее Всего Наблюдать Ближайшее Время Ближайшие 2-3 Года Пока Не выйдет Следующая Стратегия Или еще Что-то Вот Потому что Ну Они Диктуют Правила Игры Открываются Одинаково Кстати Скаут После Гейта По-моему Сейчас Играют Процессы Да Я заметил Я когда С зоуном Играл Он тоже После Гейта Скаутит Как только Приходит Скаут Сразу Одного Рабочего На На разведчика Отправляют Чтоб он За ним Следил Обычно Да И Распределяют Минералы Вот так 15 2-2 Второй Пилон Ставят Дома Сейчас Никто Особо Не играет В этот Спрятанный Пилон Затем 14 3-3 После Распределения И Смотрим Стас Открывается В Сталкер Синтри Трап Открывается В 2 Адепта Третий Пилон Внизу То есть Они Абсолютно Зеркально Делают Только Разные Юниты У них Выходят Трап Делает 2 Адепта 2 Синтри Стаджи Делает Одного Сталкера И Твайлайт Так вот Он играет Блинк До Он играет Твайлайт А не Блинк До Нексуса Как раз таки Для этого Он строит Только одного Сталкера Потом И Это могут Быть Дарки Сейчас Посмотрим Да У Стаджи Спрятана Пробка Ну Судя по ее Местоположению Это пробка Разведчик Она Ставит Пилон В итоге Стаджи Как бы Защищается 2 Сталкера Плюс Синтри Он В принципе Разведал Что там Все нормально Что его Не ждет Как минимум Лютая Какая-то Чизотня И Он Ставит Сейчас Даркшайн Должен пойти Наверное Да Даркшайн Пошел Даркшайн Тут Опять же Если вы играете До 5000 ммр Очень много народа Играют По старинкам Быстрая роба Еще куда-то И Дарки Не работают Очень круто Но сейчас В мете Именно Пвпшно Играть В блинг И много Гейтовых Юнитов И Именно В таком Стиле Не хватает Роба Роба Поздно Ставится И Получается Вот Что Дарки Часто Залетают Весьма Успешно Посмотрим Как тут Будет Что Происходить То есть Атрап Сыграл 2 адепта Трисен Три Твайлайт Фаржа Пошла На 4 Минуте Еще Адепты И Трап Нашел Даркшайн Сейчас Должен Поставить Роба Очень Кстати Да Роба Все таки Ставят В 4 20 И Идет Пресить Адептами Адепты Конечно С Энтрей Победят В принципе Очень Успешно У Трапа Получается Вот так Четырьмя Адептами Прийти Убить 5 Рабочих Выйти Вперед По рабочим В принципе Поставил Вовремя Роба Будет Готов К Даркам А точнее К Дарку Став Даже Не пытается Еще Поставить Ничего И Ставит Третий Нексус Да Все Дарком Он пошел Домой Типа Окей Три Три Газа Третий Нексус Вот такая Вот тема Три Газа Третий Нексус И потом К шестой Минуте Ставятся Гейты У стации Их будет Шесть У трапа Их тоже Шесть Или у трапа Четыре Я что-то Упустил Сейчас посмотрим Сколько Будет Довар Трап Идет В подпуш Плюс Один Четыре Гейта У него Такой Тайминг Тайминг Подпуш То есть У него Плюс Один На атаку Есть У него Есть Блинк У него Есть Призма И он Этим Всем Идет С Тремя Сентрами Подпуш Смотреть Что он Может Добиться Посмотрим Что он Добьется Против Архона И сталкеров С Блинком Тоже В принципе Он их Продавливает Пока что И дерется Между Бас То есть Не пытается Напасть Опять же В лоб Где батарейка Где он Сможет Позицию Занять Статс Он Создается Между Бас Чтобы Статс Не знал Точно Куда Там Пойдет Атака И посмотрите Трис Интри Сейчас Идут У нас В В В этом Призме И сейчас Возможно Будет Передроп На Мейн Какой Нибудь Не Он понял Что Наверное Это Глупый План Передроп Вот Нападает На Третий Нексус На Третьем Нексус Статс Срывает Тех Рабочих Сразу И Трап В принципе Давит Пока По микро Побеждает Батареек Нету У Статса Статс Уже Варпает Зилков Зилки С чарджем И Трап Побеждает Побеждает В первой Игре Таким Тайминг Подпушим 6 гейтов Плюс 1 Бринг Неплохо Опять же Мне кажется Такая Тема Против Стандарт Ну Против Какой-то Классики С имморталами Не сработает Но Вот Против Того Что делал Статс Сработало То есть Такой Билд Его стоит Потестить Потестить Непонятно Как он Сработает На самом Деле Да Разведки После Гейта Сейчас Все В принципе Вот так У нас Устроено Здесь В принципе Ничего Не происходит Юниты В которые Они открываются Очень Интересная Тема Не Это был Мисклик Там был Устаться Зилот Моргал Короче Строящийся Так обычно Делают Когда хотят Что-то Построить На газ Вот Но при этом Чтобы соперник Понимал Что у нас Что-то Строится В гейте Вот Но это Против Смотрящих Умных Соперников Работает Конечно Необязательный Маневр Это был Мисклик Это Сталкер Сентри Опять Устаться Ну то есть Сталкер Сентри Открывается Трап же Открылся В 4 Сталкера Стас В еще Одних Сталкер Сентри Интересно Передвижение Юнитов Стас Стоит Своим Сталкером Дома Ставит Нексус Трап же Идет Естественно В подпушек Что тоже Логично Открываясь В 4 Сталкера Стас На центр Карты Не выходит Вот И смотрим Дальше Развитие То есть Стас Ставит Технологию Нексус Технология Технология Это робо Трап же Делает 2 Сентри Нексус После 4 Сталкеров И Твайлайт То есть Вот Это Современный В принципе Билд Не отменяет Батарейку У Стас 4 Сталкера Просто Давит Беднягу Стас Трап Прям по микро Ну царит 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 Просто Вообще Насколько Он жесткого Перемикрил Он Выиграл Замес Заставил Потратить Ману На Сентриах Убил Получает Вообще По ресурсам Жестко Выиграл Здесь Вот Но у Стас Иммортал Против Блинка Трапа Трап Идет Дальше Двух адептов Варпанул Идет Что-то Именно Творить Стас Их Кстати Находит Весьма Успешно Убивает Одного Значит Один адепт Ничего Не нанесет Урона Делается Иммортал Призма Сентри И посмотрите Стас Идет В пуш Идет В пуш С Иммортал Сентри Призмой И Сталкерами Трап Заставляет Его Варпануть Домой Пару Адептов Так Давайте Посмотрим Как он Будет В принципе Этот бой Реализовывать Конкретно Стас То есть У трапа Блинк Уже готов Или нет Покажите Пожалуйста Да Должен быть Готов Он Нападает Четырьмя Сталкерами Отдельно Аккуратно Нанося урон Вот здесь Он уже Немножко Выигрывает Получается По батарейке Энергии Спасает Своих Четыре Сталкера И начинается Начинается Битва Активируется Иммортал Начинаются Филды И сразу же Из-под них Трап Выблинкивается Покусит Иммортала Всеми Иммортал Спасен Делается Сразу же Блинк По призме По призме 5 37 Да Готов Блинк Сколько Гейтов Это Сколько Гейтов Трап Это Два Гейта Должно Быть Потому что Давай Двух Сталкеров Всего С двух Гейтов Он Сейчас Защищается От Иммортал Пуша Да Блинк Убивается Призма Ну все С этого С этого Момента Пуш Захлебнулся Устаться С этого Момента И В принципе Так как Не будет Крит Массы Сталкеров Устаться Из-за того Что у него Отсутствуют Доварпы Сейчас Просто Аверчаж Батарейки Выиграет Всю эту Защиту Можно Дальше Вырубать На быстро Все Трап Успешно Отбился И Стас Сдается Он Понимает Что дальше Делать Нечего Потому что У него Не мобильная Армия Трап Просто Блинком Его Перебьет Ну и При Прочих Равных Условиях Стас Потерял Всю свою Армию Трап И не Потерял Поэтому Стас Сдается Трап Играет 2 0 2 0 Вот так Вот блинком Защищаться И здесь Они играют В 1 Гейт Как я понимаю Оба Да Это чисто Фишка Карты Своеобразный Стиль Оба Блочат Пилоном То есть Они играют В мету Они привыкли У них так Сложилось На ладере Что это Вот модно Им так Приходить Блочить Они оба Делают Одно и то же Смотрите Блочат Кибернет Ками Да То есть Они тупо Зеркалят Друг друга Билды Во что Это выльется Потом В стычку В центре Карты Наверное Ну Стычка В центре Карты Бесполезная Потому что Опять же Вот тот Кто дома Остался Он ее Выиграет Стас Идет Наверное Посмотреть Оба Идут В Твайлайты Да Ну Чисто На этой Карте Как бы Можно За счет Рампы Играть В Один Гейт Опять же Микро Замес Небольшой На четвертых Минутах Ну Стас Идет В Фаржу А Трап Идет В Роба Вот Кто Из них Дальше Возьмет Преимущество То есть Здесь Сейчас Ничего Веселого Не будет Забегание Адептов Как обычно То есть Такие Стандартные Плюшки Вот Фаржа У Трапа Пошла Только Сейчас То есть По сути Мы видим Что-то Типа Как Отголоски Первой Игры Только Наоборот Сейчас Стас Идет В Плюс Один Пуш Да Вот Пошла Призма Плюс Один Почти Готов Но Там Трап Пришел В Плюс Один Пуш Спокойно И Проломил Стас А здесь В момент Когда Стас Должен Выходить Трап К нему Бежит И Запрыгивает Четыремя Сталкерами Начинает Крушить Экономику То есть Здесь Мне кажется Чуть Призму Не убил У Стас Захлебнется Пушек Возможно Сейчас Посмотрим Но он Все равно Идет Плюс Один Под Пуш В центре Карты Опять Трап Встречает Его Имморт Он Не дает Не дает Спокойно Дойти Не дает Собраться Дойти До него И сам Идет Еще В Контратаку Не Он Просто Призму Держит Спасти Возможных Имморталов Гениально Гениально Трап Просто Двигается Армией И Выходит Плюс Один Блин Два Иммортала Пять Сентре Под Пуш Начинается Микровойна И мне кажется Трап 3-0 Сейчас Трап 3-0 Просто Он Тупо Смог Задержать Пуш Статься И перейти К нему Лучшей армией Тупо Перейти Крив Полностью Да В ноль Все Статься 0.3 Статься 0.3 Жесть Жесть И Смотрим Продолжение Этой серии Вот На Вы В принципе Не видите Сколько Она длится Поэтому Здесь Можно сказать Спойлеры Начало Промотаем Как обычно Посмотрим В каких Юнитах Они открываются Какие технологии Они открываются Вот это Всегда Интересно В пвп Трап На этой карте Выбирает Два Депта Статься Тоже Открывается Два Адепта Впервые Во всей Серии Ну вот Но потом Статься Идет 2.3 Трап Продолжает В адептов Играть Статься Весьма Успешно Залетает Начинает Убивать Пробок Трап Тратит Рекол И на этом Кстати Очень Право Ну Статься Вырывается Вперед То есть Рекол Плюс Три пробки Плюс Побегать Это Жестко Пять пробок В общей сумме Он убивает Статься Здесь Потому что Вот это Вот Здесь Ставится Когда Батареечка В принципе Адепты Убивают Эту батарейку И В этом Фишка Шести адептов Они прыгают Убивают Эту батарейку И заходят Наверх И контриться Это как раз Таким Грамотными Филдами Сейчас мы Посмотрим Наверное Статс покажет Как кидать Филды Вот А трап Меняет Меняет угол У него 8 адептов Он Просто Здесь Начинает Сталкеров Ломать Такой Пуш На четвертой Минуте Он придумал Прикольный 8 адептов Ну Естественно Они больше Ничего не добьются Они просто Сбили майнинг На второй базе Трап Опять Приходит Ой Статс Приходит Куршить Пробок И получается Такая Вот Котавася Беготня Адептами Влево Вправо Но При этом Статс Добывает Лучше Трапа Трап Идет Подроп С призмы Трап Здесь Выдумал Какую-то Лютую Мега Агрессию Адептами И Как я понимаю Статс Просто Приходит К нему С Блинком Наверное Или пока Еще без Посмотрим Да С Блинком Очень Апсов Апсов У него Хватает Он Потерял При этом 14 Рабочих На Мейне И у Статс Сейчас Проигрыш Огромный По Рабочим Он На 11 Рабочих Отстает Конечно В этом Нюанс Макро Пвп Апсов Нету Никогда В Пвп Если Вкладываемся В Фатонки Тоже Не Хватает Юнитов И Трап Приходит Под Этот Довар Дарков Ну Он Попадает В Бутерброд Он Попадает Бутерброд В полное Окружение Его Просто Замотало Со всех Сторон 360 Градусов И Просто Армия Сливается Тупо Из Оппозицион Так Вот За секунду Трап Проиграл Позицион И На Контратаке Проигрывает Собственно Статсу Наконец Статс Завел Первый Сет Смотрим Еще Какие Нюх Тенденции То есть Что Можно Отметить За Это Время Пвп Что Открываться В Гейт Разведка Нужно Да Не Хитрит С Пилонами Никто Сейчас Не Хитрит С Пилонами Типа Поставить Второй Пилон Где-то Спрятать Все Это Не Очень Продуктивно Назовем Это Так Открывается Трап В Сталкеров В Целом Трап Чаще Берет Всегда Два Сталкера Первых За Все Серии Сталкер Сентри Не Модно То есть Либо Адепты Либо Сталкеры Старгейт Пока Еще Не Был Ни Разу Использован Статс Открылся В Два Адепта Быстрый Нексус Две Сентри Точнее Два Адепта Две Сентри Быстрый Нексус И еще Две Сентри То есть Статс Сейчас Играет В Четыре Сентри Будет Массово Разведывать Трап же Играет Четыре Сталкера Две Сентри С Нексусом Играет Твайлайт То есть Вот В этот Обычный Билд Два Адепта Варпает Домой С первого Варпа Он Варпает Два Адепта Идет Харасить И разведывать Параллельно И при этом Он еще И Все Фаржу Ставит Вот так Вот То есть Играет Сейчас Без Роба Пятая Минута Третий Нексус Ставится Роба Ставится Шесть Гейтов Ну Должны Ставиться Шесть Гейтов В принципе Идет Уже Плюс Два Сейчас Парочка Имморталов Чарж Пошел Три Газа Да Это Будет Больше Гейтовое Мясо Архоны Не в Ходу Ну В принципе С таким Быстрым Нексусом Да Наверное Ему Выгодно Просто Это Без Архонов Подраться Так И во Что Сейчас Превратится Этот Выход Ставится Кстати Жестит И ставит Уже Четвертый Нексус Трап Тоже Ставит На Восьмой Минуте Четвертый Нексус На Седьмой Они Ставят Вот Это Вот Это Современное Пвп В принципе Самое Классическое Ровное Правильное 8.30 На Плюс Два Под Пуш Сразу Даркшайн Ставится На Каждом Нексусе Заметьте Даркшайна Батарейка Патонка Из Трех Газов Играется Начинается Замес Сталкеры Сентрики Зилки Морталы Ну Как бы Когда играется Зеркалка То есть Полностью У нас Зеркальный Билд Что у Одного Что у Второго В принципе Выигрывает Тот Кто в Защите Что мы Сейчас И видим Что Мы Сейчас И видим Собственно Трап Теряет Рабочих На Доварке Пары Зилков И Собственно Проигрывает Эту Игру Ладно Интересно И В этой Игре Трап Решил Сыграть Тоже В Один Гейт Стас Все Так Ж Ему Заблочил Но Стас Играет В Два Гейта Вот Это Интересно Смотрите Как Через Два Гейта Против Одного Гейта Будет Развиваться Игра И Как Будет Действовать Стас Ну На Этой Карте Один Гейт Теоретически Работать Должен Плохо Кстати Он Играет Сразу Роба Типа Короче Это Выглядит Как Что Как Провокация Со Стороны Трапа Типа Смотри У меня Тут Второй Нексус Будет Ранее У меня Стенка Внизу Иди Меня Убей А сам Он В это Время Ставит Роба И Будет Играть Супер Защитно Или Вообще Выйдет В пуш Не Ставит Второй Нексус Все Таки Самое Прикольное Что Устаться Сейчас Просто Нексус По таймингу Плюс Минус Так же Воткнулся У него Продакшн Больше Ну То есть Они Вышли В принципе Вровень У них Поровну Армия Поровну Рабочих Со всеми Манипуляциями Ну У Трапа Только что Есть Роба Устаться Его Нету Вот Сейчас Только Ставится Но Со всеми Манипуляциями Плюс Минус Они Вровень Вышли То есть Реально В ровную Игру Сейчас Играют Трап Попытался Поиграть В дроп Этих Адептов Отсюда Тоже Три Газа Третья Нексуса Сейчас Пойдут Файлайт И Фаржи И Блинк Плюс Один Первые Апгрейды То есть Ловим Ловим Вот эту Логику Открываемся Лучше Открываться Четыре Сталкера Две Синтри Играть Блинк Плюс Один Потом Делаем Имморталов С трех Газов Все Это Дело Делаем Вот Ставим Третий Нексус Потом Четыре Гейта Это Современное Пвп И Трап опять Выходит В пуш Выходит Первее В пуш Отгораживает Филдами Статса Статс Перепрыгивает Через них И Сейчас Замес За третий Нексус Идет Позже Его Выиграет Статс Пока что По филдам Побеждает Трап Перепрыгивает Начинает Фокусить Иммортала При этом Параллельно Иммортал Начинает Лупить Тут По Нексусу И Мне кажется За счет Того Что ДПС Армии Статса Шел Только По Армии Трапа А у Трапа Половинка Юнитов Била По Нексусу Скорее Всего В ближайшее Время Трап Сдастся Он умудряется Разменяться Плюс Минус Нормально Выйти Вперед По Рабочим Поэтому Пока что Норм Пока что Норм Стат Ставит Четвертый Нексус Трап Тоже Готовится Не А Трап Выходит В Газы Трап Должен Поставить Темплар Архивы Где-то Здесь Я их Не Вижу Наверное Уже Стоят И Поставил Газы То есть Тут Дилемма Либо Четвертый Нексус Либо Ставим Шесть Газов Трап Выбрал Шесть Газов Темплар Архивы Вот Ставятся Тоже Интересный Такой Переход Да И он Сейчас Будет Получается Играть В Архонов Против Масс Сталкера Зилов Интересно Интересно Кто из них Выиграет То есть Так-то Игра Шла На равных Сейчас Видим Саплай Равные Идет Борьба За позиционку Но Архоны Имморталы Или Сталкеры Зилы Центри Кидает Филды Вообще Все Неплохо Довар Зилков Фокус Фокус Батарейки Естественно Сталкер Зилы Выиграли Сталкер Зилы Выиграли Прикольно Поэтому Сейчас В принципе Это и играется Как видите Даже В принципе С Архонами Все равно Просто Гейтовое мясо При прочих Равных Умудряется Тайминговым пушем Продавить И мы Переходим К решающей игре Решающей игре К сожалению Жалко Что Не на нормальной Карте На это Играется Опять В один Гейт С обоих Сторон Мне просто Интересно Как на нормальных Картах Играется Оба В принципе Зеркалят Опять же Робо Блинки Ничего интересного То есть Все то же самое Блинк Плюс Один Матчап Уже изучен Доли Поперек Все понятно Все понятно Но У трапа Сейчас Делается Плюс Шесть Гейтов То есть Он делает Восемь Гейтов Три газа Восемь Гейтов Уже А у стаца Нету Восьми Гейтов То есть У них Полностью Зеркальная Сейчас Ситуация Поровну Рабочих Поровну Армии Но Стат Добавляет Позже Гейты Не сильно Позже Но попозже Все-таки И трап Идет Сейчас Дарков Сразу Ставит На седьмой Минуте Даркшайн Сейчас Посмотрим Как Это Будет Развиваться Начинает Производство Имморталов Сейчас Наверное И Стат Начнет Догонять Тоже По Имморталам А У стаца Есть Имморталы Кто первый В пуш Идет Пока Непонятно Да У стаца Шесть Гейтов Потом Плюс Два Четвертая Все пока Пассивненько Аккуратненько Попытки Дропа Стат Четырех Зелков Либо Просто Призма Которая Тут В углу Карты Ждет Выхода А он Фениксом Проверяет Выход Сейчас Будет Дропать Зелков Должна Залетать Уже Призма Не летит Пока Но Армия Стат Пока Что На четвертой Базе Охраняет Все Что Происходит А Трап Приходит К нему На третью И За счет Этой Позиционки Третья База Ляжет Стат Сразу Залетает Призмой К нему На Мейн И Посмотрите Варпы Варп На Призму Идет Шесть Зелков Два Дарка Шесть Зелков Два Дарка Давайте Посмотрим Сейчас Медленно Как Все Это Будет Происходить Очень Интересно Потому что После этого Боя После этого Боя Мы узнаем В принципе Победителя Давайте Смотреть Не спеша Начинается Замес Перегруппировка У Трапа У Трапа У Есть Архон Две Штуки Три Штуки Архона Призма Умирает Это Честный Бой Грубо говоря Идет При этом В этот момент Зелки Нарубают Видим Нарубают Пробочек Но это Не супер Беда Когда На девятой Минуте На мэйне Начинают Ложиться Пробочки Архоны Очень сильно Работают Очень сильно Работают Архоны Трапа По Саплайу Все еще Поровну Но Трап Его давят То есть Мы видим Саплай Ровный Но Трап Он Весь Здесь А у Стат Он Немножко Размыт По базам Туда Сюда Получается Что Трап Мудрился Его здесь Продоить Вниз При этом Бой Начинался С какой Становки Архоны Завершали Он Короче Варпает Дарков Из них Лепит Архонов Он Ставит Даркшайн Даже не Столько Для Хараса В этой Игре А столько Для того Чтобы Архонов Лепить Которые Дешевле По газу Чем Обычные Вот И Просто Банально В итоге Все Заканчивается Тем Что Стат Пока Отбивается Прогоняет Прогоняет Трапа Но мне кажется Трапа Больше Сейчас Влетит Призма Как я вижу По миникарте Сейчас Будет Доварп Банально Давайте На нормальной Скорости Это досмотрим Идет Доварпик И с одним Архоном Идет Трап В атаку Этот Архон Он просто Порешает Весь замес Вот Если Просто Куча Народа На куча Народа Как в прошлой Игре То там Архоны Не сильно Помогли То есть Они дорогие Они занимают Саплай А когда Вот Лимиты Под соточку Этот один Архон Он просто Втащит Один Дарк Один Дарк Тоже здесь Ну Дарк На рандомчик Варпнут Конечно Архон Архон просто Сожрал зилков Потом прыгнули Сталкеры И все Короче И Дарк Умудряется Наносить урон Вон он тут Стоит Бьет Давид 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 Стат Трап Успел Убить Батарейку Стат Мало Это ГГ Вот так Вот играется За протасов Сейчас И вот так Будет играться В 21 году Ну что Ребята Не знаю Получилась Супер Долгая серия По моему Она Я сейчас Не знаю Я ее Подмонтирую Чутка Но скорее всего Часа на два Почти она будет Занимать Времени И надеюсь Всем понравилось Надеюсь Всем понравилось К минимум Я для себя Нашел Много Прикольных Страт Вот Напоминаю 250 лайков Гайд По билдам 500 лайков Будет Такого Контента Намного Больше В 21 году Вот А с вами Билд Тед Как всегда Лайк Коммент И всем До новых встреч